Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом коротком видео я, Пашкевич Анна, расскажу, как правильно формировать арбузы. В отличие от дынь и тыкв, арбузы формируются по основной плети, а не по боковым побегам. То есть вы высадили ваше растение, оно сформировало основную плеть, начало формировать бутоны или начало уже наращивать плоды. Ориентировочно необходимо оставить порядка 6-7 завязанных плодов и после этого на последнем плоде оставить ему для развития 4-5-6 листьев и прищепнуть макушку. Таким образом вы проведете правильную нормировку арбуза, у вас будет полноценно завязанных 6-7 плодов и вы стабильно добьетесь того, что эти плоды равномерно вызреют и у вас будет хороший, качественный, сладкий урожай. Также в этом видео мы хотели вам рассказать о том, как правильно формировать дыни. К сожалению, у нас их нет, поэтому покажем на примере тыквы. Когда у вас растение сформировало основную плеть, ориентировочно после 4-й пазухи необходимо сделать прищипывание макушки. После этого из боковых пазух начнут развиваться боковые плети и на них будет формироваться основной урожай на боковых плетях. Их также необходимо нормировать, оставляя на боковых плетях ориентировочно по 2 дыни. В нашем случае это будет по 2 тыквы. После чего также прищипывать и боковые плети. Опережая комментарий на предмет того, что вы не формируете ни арбуза, ни тыквы, ни дыни, я могу сказать, что количество завязей, которое сформирует ваше растение, оно может быть и до 20-30 на одном растении. Но они, к сожалению, в наших условиях не успевают все вызревать. Поэтому имеет смысл проводить нормировку, особенно арбуз и дынь, для того, чтобы получать полноценный урожай этих бахчевых культур. Надеюсь, что эти короткие рекомендации стали для вас полезными. И вы останетесь с нами на канале Про Цветок. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до встречи в новых видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова